всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня незапланированное короткое видео мне кажется она может кому-то оказаться полезным кого-то натолкнет на мысли какие-то правильные вот и видео это посвящено тому что почему на ароидных появляются капли жидкости вот так назовем потому что не обязательно эти капли выглядят как вода они могут быть гуще чем вода плотность больше иметь и липкие могут быть ну и всякое такое разное если посмотреть гугли это сразу же нам вариант практически один что это следы вредителей вот я тоже об этом все время читала и все время думала что это только могут быть как отвредителей следы и частности щитовка оставляет свой так сказать секрет вот но что же делать если ты обрабатываешь отвредителей и ты их вообще не наблюдаешь я рассказывала что у меня обработки идут как бы такие плановые два раза в год это системным препаратом я проливаю октары потому что я часто в коллекцию приношу новые растения и не всегда есть возможность прям совсем организовать им такой правильный карантин вот и для того чтобы не подвергать риску всю свою коллекцию многочисленную я проливаю причем нормальным таким раствором то есть я не экономлю но такие капли периодически появляются вот три подопытных это лайм фидал это орнату и моя флоридо бьюти альба почему их принесла потому что на них такие капли замечены они выглядят не как вода а как сейчас покажу надеюсь будет понятно вот вот и надеюсь увидеть это может без резкости в общем эти капли они не держатся до на листике на обратной поверхности листика на стволике вот они тоже не наверное не видно ну представьте себе вот блестит там до капельки ли потом вот здесь вот в общем я это периодически замечала обработки проводила то есть у меня обработка была сделана ну где-то недели три назад вот все было рассмотрено просмотрена под лупу все эти стволики вот все эти листики а кстати вот хорошо видно смотрите какой блестящий листик вот у него вот такие вот капельки эти видны да вот все это было просмотрено и ничего не обнаружено ну и опять же обработка сделана я начала еще читать в интернете что что еще это может быть потому что процесс гутации мы знаем то есть когда меняется атмосферное давление растение чувствует что будет дождь и они начинают выводить лишнюю влагу через листья вот здесь на кончиках листьев капельки воды но тут же не вода здесь что-то поплотнее будет я взяла эту капельку потерла в пальцах вот сейчас еще раз попробую получится в общем вот эта капелька именно у меня да не видно ну поверьте на слово она такая маслянистая странно на вкус попробовала какой-то сладко горький вкус вообще непонятно но конечно страшно потому что вредители и дальше начала уже размышлять что это еще может быть если вот если не вредитель что еще и потом я наталкиваюсь на статью в которой написано что гутация может быть не обязательно ну то есть процесс вот этот выведение жидкости не только может быть водой но и могут выходить еще всякие минеральные соли удобрения которые попадали в растения и тут я вспоминаю что я обрабатывала свои растения не единожды и вам рассказывала и обрабатываю сейчас янтарной кислотой плюс глицерин то есть делаю раствор и опрыскиваю листья растений что делает глицерин глицерин он если вы тем более чуть больше доза чем я же так на глаз кладу он обволакивает листики и получается как маленькая такая тоненькая пленочка вам показывала на хой на листиках такой как блестящая пленочка которая сохраняется определенное время а потом получается что когда вот это вот лишняя влага вот этот процесс выведения влаги происходит на листьях то возможно этот глицерин вместе с водой собирается вот здесь вот на листиках потому что уже мне на ощупь я же говорю стало похоже попробуем на вкус сладко горький вкус а я знаю как на вкус глицерин то есть когда-то пробовала думаю да чё-то короче чё-то не то то есть не похоже на вредителя возможно и правда глицерин потом я сделала небольшой такой химический эксперимент ну конечно он такой больше такой кустарный потому что так как это глицерин не в чистом виде а считай все равно разведен с водой то ну тем не менее общем я посмотрела что этот глицерин он с перманганатом калия вступает в реакцию это наша марганцовка то есть если прям по-настоящему провести такой эксперимент то он должен загореться то есть марганцовка залитая глицерином должно загореться вот так вот но так как у меня было совсем немножечко этого этих капелек я ну их на палец собрала как смола и макнула в эту марганцовку и реакция какая бы то ни было она произошла то есть у меня моментально вот эта марганцовка вот эта вот жидкость она покоричневела то есть прошло окисление я конечно не знаю может быть там какие-то экскременты или как там секреты этих насекомых тоже бы теоретически могли бы такую реакцию в такую реакцию ступить но все-таки я склоняюсь к мысли что мои догадки правильные и это на поверхность листьев собирается избыток вот этого глицерина это я вам рассказываю про свой опыт про свою ситуацию почему говорю что может вас на на мысли натолкнет возможно вы также по листу обрабатывали своих ароидные каким-нибудь препаратами сейчас много продается всяких шикалок вот и если почитать состав возможно в составе есть что-нибудь маслянистое или что-нибудь такое как бы как жирненькая в общем вам как просто почва для размышлений что возможно не все то что мы подозреваем за этих вредителей является таковыми на самом деле потому что ну вот вот реально вот только вот эти филы у меня таким решат вот этими каплями причем там вот на новом стволе у меня там эти капли вот и еще кстати еще какой момент меня немножко как бы успокоил что ли да что именно вот эта гутация вот это вот выведение вот этой жидкости но моем случае получается как с глицерином она отображается как раз на обратной стороне листа и на стволике вот так вот то есть немножко тоже меня это как бы успокаивает конечно я буду за этими растениями еще пристально наблюдать вот куда уже больше наблюдать и так за ними постоянно наблюдаю потому что это уже не первый раз я замечаю эти капли вот и они появляются да я вот опять обрабатывала где-то как раз месяц назад когда проливала октары а сверху я опрыскивала вот этой вот янтарной кислотой с глицерином вот наблюдать надо если вы новое растение принесли они как бы липкие да у вас есть какие-то подозрения конечно системным инсектицидом пролить надо я считаю надо вот мы не знаем что там было как оно там было но если у вас вот такая ситуация возникает на домашних растениях которые вы ну и обрабатывать его уверенные там и вы рассматривать их чуть ли не с микроскопом то а возможно ваш случай тоже такой возможно вы тоже обрабатывали чем-то не обязательно вчера нет то есть оно могло высохнуть на листике как бы да а потом когда вот этот вот перед дождем да вместе с водой который выходит изнутри листа и вот это ваша ну как обработка да вот этот компоненты обработки также могут выходить вот увильняться в общем такое дело ну вот такие вот у меня наблюдения такие у меня размышления пишите что вы думаете по этому поводу как обычно мне это опора который никак не поменяю в общем не обращать внимание сейчас не об этом вот этот филодендрон меня вообще так свисает не хочу теперь никуда подвязывать ни на какую опору так мне нравится он там так свисает в окно такой шапкой прикольно возможно потом дождусь когда он растет еще больше и заново переукореню такие два уже таких ствола и вот реально только на вот этом здесь вот тоже вот хорошо видно эти капельки да но вот этом на вот этом причем такие они реально они маслянистые и вот надо будет попробовать может шприцом еще собрать попробуйте такой почище эксперимент сделать чтобы уже было вообще наверняка уверена что это от глицерина такая штука вот еще может быть удобрение кстати в состав удобрения тоже входить какая-нибудь такая такой компонент для блеска листьев глицериновый да вот так же в общем вот вот такое видео сегодня такое не нравоучительное а больше для раздумий и в ваших мнений по этому поводу очень интересно ну и в целом а да еще вот момент кстати по поводу вот этого испарения влаги вот этой гутации важный момент если у вас просто даже водичка с листиков но она постоянно выделяется вот даже дождя нету как бы да а вы все равно подходите а листья мокрые а листья мокрые это говорит тоже они правильной агротехники а неправильном поливе то есть вы переливаете растение и растение постоянно пытается ну а ротно да пытается избавиться от лишней влаги поэтому тоже на такой момент обратите внимание то есть есть даже у вас все хорошо и все только прозрачные вот эти вот выделения на листьях все равно если они очень такие мощные скажем так то что-то вы делаете все равно не так попытайтесь просушивать грунт заливать не надо вот так ну все видео коротенькая ну кому было интересно спасибо что оставались со мной огромное спасибо за комментарии очень классно когда есть обратная связь это какой-то появляется энтузиазм снимает такое делиться с вами будем вместе отвлекаться растениями для того чтобы немножко забываться о том что происходит вокруг нас все до встречи в новом видео всего нам самого хорошего мира добра скорейшей победы всем пока